250 метров металла и почти 26 тысяч тонн водоизмещения. Он на 10 тысяч тонн тяжелее огромного стелса Замбальта, вдвое тяжелее флагмана Черноморского флота Москвы и в два с половиной раза тяжелее классического Арлей Бёрка. Атомный гигант, размеры и мощь которого вернули уже почти забытый класс линейных крейсеров. Единственный в своем роде уникальный корабль. По иронии судьбы его достоинства и стали причиной его одиночества. Морскую гладь рассекает Петр Великий. История этого корабля началась еще в разгар Холодной войны в 1960-х. В то время советский флот уделял основное внимание подводным лодкам, как созданию своих, так и борьбы с чужими. Однако уже тогда возникла потребность в средствах более эффективной борьбы с надводным флотом. К тому же это была эпоха массового внедрения атомной энергии, и ядерный реактор на корабле считался решением многообещающим. Уже в начале 60-х службу начал первый атомный авианосец CVN-65 Enterprise, а вскоре к нему присоединился атомный крейсер USS Long Beach, и оба эти корабля были хороши. В 1964 году за дело взялись советские кораблестроители. Изначально предполагалось создать два корабля, противолодочный корабль и ракетный крейсер. Однако со временем развитие технологий привело к выводу, что можно все совместить в одном. Амбиции шли следом. Универсальность расширяла потенциал, и его реализовали на полную, оснащая крейсер самым передовым оборудованием и новейшим вооружением, казалось всем, что есть. Это привело к усложнению проекта и увеличению корабля. Изначально планировавшийся на уровне 8 тысяч тонн, теперь он перешагнул за 20 тысяч и продолжал расти. Смелый проект получил индекс 1144 и имя Орлан. Строительство головного крейсера было начато в Ленинграде в 73 году. Крейсер получил имя Киров, кое в итоге стало основным в классификации НАТО. Там крейсер проекта Орлан знают под наименованием класса Киров. На момент создания Орланы были самыми сложными кораблями на советском флоте, да и на флоте вообще, так что строительство их было процессом сложным и длительным. Всего с 1977 по 89 годы на воду спустили 4 корабля – Киров, Фрунзе, Калинин и Куйбышев. По иронии судьбы, в 89 году, когда четвертый борт уже был на воде, история сыграла с проектом, да и со всем Советским Союзом злую шутку. После распада СССР огромные сложные крейсера оказалось слишком дорого поддерживать строю, да и было непонятно, с кем они должны были воевать. К тому же новые времена – новые нравы, и корабли сменили имена. Киров теперь адмирал Ушаков, Фрунзе – адмирал Лазарев, Калинин – адмирал Нахимов. Три уже действующих корабля из-за дефицита финансирования были выведены в резерв. Четвертый же корабль уже спущенный на воду, с огромными сложностями и задержками, но продолжили достраивать. Он и получил название Петр Великий. Ему повезло больше всех, пока работы над ним продолжались, его старшие братья, прибитые к берегу, почти не обслуживались, что привело к тому, что они фактически пришли в негодность. Петр же, будучи самым молодым в линейке, был принят на вооружение в 1998 году и с тех пор фактически является единственным боеспособным представителем семейства Орланов. На данный момент Петр Великий является флагманом Северного флота России, одним из самых мощных надводных судов в мире и, вероятно, самым мощным в России. Универсальность крейсера свое дело сделала, по большому счету он предназначен для борьбы с любыми противниками, которые могут встретиться на море, будь то подводные и надводные цели – корабли, подлодки, самолеты и т.д. Такое целеполагание стало основной причиной особенности конструкции. Корпус корабля очень сильно удлинен в носовой части, что делает его немного похожим на поздние линкоры Второй мировой войны, с тем отличием, что в качестве главного калибра тут не огромные артиллерийские орудия, а ракеты, снаружи невидные, но куда более опасные. Главным калибром крейсера является набор сверхзвуковых противокорабельных ракет P-700 Granite, известных за границей под индексом SSN-19 Shipwreck. Созданные в начале 80-х и проходящие модернизации, эти ракеты до сих пор являются главным противокорабельным инструментом флота на море. Каждая ракета может получить разные боевые части, включая ядерные, способны разгоняться до двух с половиной махов и пролететь около 600 километров. В переднем отсеке Петра Великого находится 20 гранитов, способных при залповом пуске взаимодействовать друг с другом для более эффективного поражения группы целей. Крейсер должен уметь бороться и с подводным противником. Обычные торпеды в наше время, конечно, всю работу не потянут. Для борьбы с подводными лодками крейсер оснащен комплексами водопад, стреляющими ракета-торпедами, гибридами, которые запускаются как ракеты на дистанции до 60 километров, а потом погружаются под воду и поражают цели уже как торпеды. От торпед и других угроз из-под воды корабль защищают комплексы Удав и Смерч-2, способные обстреливать ракетами цели на расстоянии до нескольких километров. Конечно, основная угроза для любого современного корабля – это ракеты и самолеты. Учитывая, что Петр Великий – огромная плавучая военная база, к тому же способная работать самостоятельно, способность защищаться для нее является критически важной. Основную роль в выполнении этой задачи отдали комплексам Форд, они же SIN-6 Грамбл, которые являются фактически морскими версиями систем С-300. Учитывая важность ПВО, пусковой комплекс фортов огромен и по размерам почти не уступает главному калибру – гранитам. Это здоровенный погреб, расположенный в носовой части корабля, внутри которого барабанами стоят пусковые установки, в общей сложности 94 ракеты. Барабанная схема пусков при всей своей изящности решение спорное, в сравнении с более простым сотовым, как на многих кораблях. Но факт остается – корабль находится под зонтом высотой около 27 километров и радиусом до 200. Если же этот зонтик будет преодолен, следом цель будут встречать другие, более скромные системы ПВО. Такие как кинжал, SIN-9 Гантлет, 128 ракет и вблизи корабля Кортик, оснащенный как ракетами ближнего боя, так и 30-мм шестиствольными пушками, если разбираться придется самыми грубыми методами. Есть на корабле и другие инструменты грубого общения. Орланы, конечно, не линкоры, но совсем без больших стволов обойтись не могут. Для этой роли тут артиллерийские установки АК-130, оснащенные парой из 130-мм пушек, пускающих до 80-27-килограммовых снарядов в минуту. Крейсер имеет и собственную небольшую воздушную группу. Она тут представлена тройкой вертолетов К-27. Взлетно-посадочная площадка находится в кормовой части корабля. Также под палубой небольшой ангар и помещение для вертолетного оборудования. И, конечно, подъемник наверх. Эти машины здесь нужны в первую очередь для наблюдения и противолодочной борьбы, но, как и площадка на корме, оказываются очень полезными в случае необходимости выполнения каких-либо перевозок. Размеры и характеристики дали инженерам возможность оснастить крейсер достаточно мощным бронированием, сравнимым, наверное, только с линкорным. Корпус корабля имеет двойное дно, он оснащен противоторпедной защитой и имеет массивную защиту в критически важных зонах. Главным щитом по бокам является броневой пояс, защищающий как подводную часть корабля от торпед, так и надводную часть от противокорабельных ракет. Глаза и ушей у крейсера тоже очень много. Корабль оснащен полутора десятками разнообразных локационных станций, комплексов радиоэлектронной борьбы, системами связи и навигации, включая спутниковые. Параллельно за подводной частью наблюдают гидролокаторы и акустические системы. Все это нагромождение радаров, ракет и стволов действует за счет ядерной энергетической установки. Для ВМС явление очень редкое, по большому счету на ядерные энергии сейчас ходят только авианосцы, и то лишь некоторые. Крейсер оснащен двумя ядерными реакторами КН-3 мощностью по 300 мегаватт, подключенными к двум турбинам мощностью по 70 тысяч лошадиных сил. Такой набор позволяет кораблю разгоняться до 31 узла и делает его фактически полностью автономным, на длительный период. Ограничение накладывает только необходимость поддержки экипажа из 744 человек, а также необходимость в контактах и провизии. В случае же необходимости остановки реакторов их страхует пара нефтяных котлов, так что вероятность потери кораблем энергии даже при аварии практически нулевая. Петр Великий – флагман Северного флота и один из самых мощных кораблей. При водоизмещении в 26 тысяч тонн на данный момент это один из крупнейших в мире военных судов, уступающий только авианосцам. К тому же это единственный крейсер, оснащенный атомными реакторами. Созданные в США атомные крейсера сейчас уже сняты с вооружения. Строительство крейсера затянулось на очень длительный период. Он был принят на вооружение в 1998 году. Спустя 10 лет корабль начал выполнять самостоятельные дальние походы в Средиземное море. С тех пор он успел побывать во множестве регионов мира, поучаствовал в защите судоходства от пиратов в Оденском заливе, что конечно было забавно. Атомный крейсер против пиратских лодок – это как танк против садовых грызунов. Дальнейшая карьера также не давала скучать. К 2014 году крейсер преодолел в общей сложности более 140 тысяч миль, выполняя походы как самостоятельно, так и в составе групп кораблей. Правда, у гиганта есть и недостатки. Как оказалось, столь огромный и сложный корабль очень тяжело обслуживать. По стоимости он оказывается тяжелее сразу нескольких кораблей чуть проще. Кроме того, его уникальность, возможности и ядерное сердце порой вызывают споры касательно тактики. С одной стороны, это очень мощный корабль. С другой, порой непонятно, в рамках какой стратегии его применять. Оборонные стратегии СССР и России не предполагают создание больших океанских групп, похожих на авианосные ордера ВМС США. Да и при всех преимуществах на море, против наземных целей корабль не очень эффективен. Эти факторы стали одной из причин, почему другие крейсера проекта Орлана стались неудел. Хотя есть возможность модернизации и возвращения в строй второго крейсера, адмирала Нахимова. Но Пётр Великий продолжает свою службу, выполняя дальние походы в разные регионы по всей планете и вновь подтверждая свой статус флагмана одного из самых мощных флотов мира. На сегодня знакомство с большими и грозными кораблями окончено. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые истории. На горизонте еще много всего интересного. Субтитры создавал DimaTorzok